и снова здравствуйте сегодня 18 ноября попытаюсь получить проявление проблемы зеленки еще раз к сожалению но проблема может не проявиться быстро буду надеяться на удачу сразу говорю что вчера я смог проявить зеленку пару раз и даже вычислить что в итоге происходит и как можно частично эту проблему войти но как мы знаем чтобы быть уверенным надо сделать несколько тестов и это как раз уже третий тест если сам процесс проявления проблемы вам не интересен вы можете сразу перематывать на нужный момент тайминг смотрите в описании будет значительно быстрее вот это прикол телевизор по ходу завис вот это интересно телевизор завис и сам перезагрузился ну точнее не перезагрузился он выключился пришлось все приходится вы сейчас включать попробуем сейчас еще раз протестировать такой глюк я словил сейчас первый раз поэтому какие-то комментарии дать не смогу что это интересное что вы можете сделать уже где-то так вот мы словили данный глюк итак вот она наша роднулечка наша головная боль перед тем как показать вам что же у меня происходит хотелось бы рассказать немного полезной информации я перечитал и пересмотрел просто огромную кучу данных по таким случаем и вот что получается такая проблема происходит когда что-то работает неправильно источник в частности компьютер либо приставка телевизор или даже кабель что касается кабеля как ни странно самый популярный совет рекомендации это поменять кабель и это логично если кабель часто вынимать и вставлять разъем немного расшатывается и может пропасть изображение или появиться какие-то искажения желательно использовать кабель до 5 метров с фиоритовыми фильтрами и позолоченными разъемами я купил 3 метровый с фильтрами с позолоченными разъемами но в моем случае проблему это не решило хотя многим помогает именно замена hdmi кабеля второй вариант это проблемы с источником обычно связано с повреждением видеокарты или с кривыми драйверами но большинстве таких случаев проблема перманентно на всех телевизорах и в любых режимах решается только обновлением дров ремонтом замены видеокарты и вычисляется достаточно быстро сожалению это тоже не мой случай потому что на другом телевизоре у меня данный компьютер с этим же кабелем с двумя с этими кабелями работает стабильно и остается третий случай это проблема в телевизоре опять же тут может быть или физическое повреждение разъема или проблема с платы управления hdmi или какой-то дефект в по или в связке по и железо физическое повреждение чаще всего перманентно картинка или всегда отсутствует или всегда искажена связано обычно либо с каким-то производственным дефектом механическим повреждением и с подключением кабеля hdmi на горячую что в некоторых случаях может вызвать повреждение платы на телевизоре так как я уже много лет пользуюсь телевизором и все подключения произвожу исключительно с выключенными устройствами чтобы избежать вот таких недоразумений могу исключить вариант с горячим под с неправильным подключением на горячую и также эта проблема относительно легко вычисляется если источник на другом телевизоре работает стабильно что косвенно указывает на проблему в конкретном телевизоре а вот проблема с кого или дефектом железа которые проявляются редко вычислять приходится подольше и вот тут могут возникнуть сложности проявление такого глюка обусловлено тем что телевизор в какой-то момент не может определить поток и тип цветовой гаммы виснет на каком-то своем одном режиме из-за этого проявляется цветовой дефект в виде зелено-розового фона а выглядит это все так из-за разницы сигнала и алгоритма обработки в телевизоре иногда решить такую проблему можно путем настройки источника главный минус что далеко не все источники настраиваются по этим параметрам немного информации для общего понимания в современных телевизорах есть поддержка цветность сигнала который передается по HDMI в следующих форматах если учитывать динамический диапазон то поток данных у них очень сильно отличается также есть отличие и в алгоритме обработки этих сигналов так вот методом тестирования смог определить что телефон кин так реагирует на rgb сигнал точно определить что это по или железо в телевизоре или их работа в связке мне не удалось для этого надо проводить разгон процессора установит разные прошивки что с моей модели проблематично из-за отсутствия прошивок в общем доступе причем такая реакция у него далеко не всегда и что самое интересное когда он сталкивается с проблемой он зараза такая скидывает свой прием на только один формат вот на это и продолжает обрабатывать любой последующий сигнал этим алгоритмом попутно игнорируя отключение сигнала и повторную его подачу в другой цветности хотя по логике он должен заново определить сигнал и отобразить картинку в правильном формате очевидно что телевизор после словленного глюка просто не способен определить цветовую гамму поступающего потока данных а зеленый экран это уже следствие этого глюка частично указывает на недоработку в по так как проблема решается перезагрузка телевизора возможно проблема в связке то и железо решить эту проблему в телевизоре самостоятельно вы не сможете вообще об этом должны были подумать разработчики это телевизор изначально но можно попробовать подстроиться к ситуации с помощью источника моем случае пока для этого надо зафиксировать настройках видеокарты цветовую гамму на которой телевизор подвисает моем случае это вот этот формат и даже если телевизор словит этот глюк то вы или его не заметите или просто выйдите в меню и снова выберите hdmi что значительно упрощает его использование чем постоянные перезагрузки другими источниками не все так просто повезет если у настройках есть несколько режимов вывода сигнала и какой-то из них будет работать стабильно чуть сложнее дела обстоят с теми устройствами у которых нет настроек такие случаи можно будет решить только путем установки посредника виде сплиттера усилители какой-нибудь платы захвата и так далее который будет пропускать через себя сигнал hdmi и на выходе выводить картинку в формате который декодирует телевизор но в моем случае это вот вот эта фигня главная проблема такой схемы подключения это минимум два кабеля и почти всегда на дешевых устройствах отсутствует информация по цветовой схеме вывода сигнала и чаще всего она соответствует входному сигналу и тогда такой вариант вам просто не поможет и самое главное нормальный посредник сигнала может стоить совсем недешево проще было сразу взять нормальный телевизор который способен стабильно обрабатывать поступающий сигнал с разными цветовыми форматами сейчас я вам продемонстрирую как частично подстроиться под ситуацию на телевизоре telefunken так как я уже тестировал и знаю с чем связана вот эта проблема это что телевизор сейчас подвис вот на этом формате нам надо зайти в панель управления nvidia это правой клавишей мыши на рабочем столе нажимаете выбираете изменение разрешения пролистываете вниз ну если разрешение позволитами пролистываете и вот тут выбираете использовать настройки цвета nvidia потому что изначально используются настройки передачи по умолчанию а это используется rgb формат и как раз с ним телевизор телефонки при подаче сигналов как например с почему я сейчас тестировал как раз ведьмака потому что он при изменении оконного режима с полноэкранным подает сигнал полностью на полную картинку из-за этого картинка пропадает и но пропадает и но появляется пропадает появляется и вот вот этот глюк связан с тем что когда момент когда картинка пропадает и подается новый сигнал телевизор не всегда этот сигнал правильно определяет и вот виснет на 422 если мы сейчас выберем подходящий формат как мы видим картинка стала нормальной для телевизора если мы выберем формат 444 мы будем видеть розовые искажения если мы выберем формат 420 тоже видим аналогичные искажения если мы снова вернем на rgb мы видим изначальную проблему зеленкой поэтому если вы зафиксируете на 422 то частично эту проблему решить именно с использованием компьютеров но вот с другими устройствами будет все значительно сложнее причем есть вероятность что телевизор будет работать стабильно на 420 на 444 но так как на них тоже видна проблема после соуловленного глюка я бы не был бы так уверен но возможно и будет работать стабильно и проблема теоретически может появляться исключительно при выводе сигнала в формате rgb сразу скажу что я не инженер и все полученные данные это результат сбора доступной информации открытых источников и проведенного мной тестирование на двух разных телевизорах в течение нескольких дней это телефон кин и мой старый lg оба телевизора оборудование hdmi 204 к и на телевизоре lg такой проблемы нет поэтому смысла записывать видео как казалось нет то есть ну просто будет рабочий экран кому это на никому надеюсь теперь вы представляете откуда растут ноги в этой проблемы и как ее решить к сожалению но наверное это решение которое я вам показываю она исключительно может подойти при условии вот именно аналогичные проблемы как у меня то есть когда телевизор виснет на одном цветовом формате и просто игнорируют подачу другого цветового формата тогда да в этом случае вы решите свою проблему и в частности использование как монитора вы решите эту проблему но это может не решить проблему при работе с другими устройствами поэтому при покупке обязательно это учитывайте это возможно это косяк исключительно моего экземпляра но я к сожалению не был бы так уверен в этой ситуации в целом глядь